Добрый день! В эфире программа «Попутчик, гость студии» и сегодня я с большим удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя, Варвара Некрасова, главный редактор журнала «Женщина за рулем». Ну, собственно, как вы понимаете, и тема у нас будет называться также «Женщина за рулем». Если вам есть что сказать или, может быть, задать вопросы какие-нибудь Варваре по содержанию журнала или о том, каково место женщины в мире в этом, в том числе и за рулем, то звоните, пожалуйста, по телефону, который вам известен. Спасибо большое за то, что пришли. Сразу скажу, женщины я люблю очень, поэтому буду выступать с вами в альянсе, насколько это возможно, потому что мне кажется, что ожидаются звонки разгневанных мужланов, телезрителей, которые будут говорить, каково место женщины на самом деле. Но давайте сразу начнем с вашего журнала. Вот у меня анонс очередного номера, который выйдет завтра. Экспресс-новости. Новое поколение «Шкода Фабия». Вот перечитываю, да. Открытие бутика. Новые антивозрастные средства. Одежда и сумки. Альфа Ромео Брер уже в продаже. Детская одежда российской марки. Сверкающий блеск для губ. Новый пикап компании «Мазда». Ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем, если разобраться, все идет в одной сплошной, ну не куче, не знаю, хочется сказать помягче, но вот мне, может быть, в силу того, что я мужчина, мне не очень понятно. Расскажите, пожалуйста, о своем журнале. То есть, на кого он ориентирован? Ну, журнал прежде всего ориентирован для женщин за рулем. То есть, на 90% аудитории взрослой. Взрослой, активной женской аудитории. Потому что трудно найти женщину сейчас, которая была бы не за рулем. Если она не за рулем сама, то значит, у нее есть водитель. То есть, эта аудитория очень активная. Женщины, занимающие активную жизненную позицию. И все они наши читательницы. И неважно, ездит она на «Мерседесе» последнего выпуска или на «Жигулях». То есть, статус не имеет значения? Нет. А возраст? Какова целевая аудитория? Ну, я думаю, начиная от 20-25 лет и до бесконечности. Недавно одна из моих приятельниц, которая является инструктором школы вождения, с упоением рассказывала о своей ученице, которой было 63 года, и она впервые села за руль. А, слушайте, а правилам дорожного движения не устанавливаются какие-нибудь возрастные рамки? Нет? Нет, это зависит от состояния вашего здоровья. Если вы сумеете до 63 лет сохранить себя в прекрасной форме... Ну, я-то вряд ли. ...то у Войлков... Хорошо, я понял вас. Кто пишет для ваших журналов? Потому что ведь это все-таки очень специфическая ниша. Автомобильный журнал. Насколько я знаю, что в журналах, которые были раньше, это либо журналисты, либо технарии. Потому что нет универсального солдата, что называется. Нет человека, который хорошо разбирается в машинах и при всем при этом замечательно пишет. Знаете, есть такая фраза – ищите женщину. Основные наши авторы – это женщины, которые разбираются и в автомобилях, уверяю вас, достаточно серьезно и сильно. И при этом они женщины, им знакомы все проблемы, с которыми сталкивается женщина за рулем. И не хочу сказать ничего дурного, но прежде всего с мужским шовинизмом. Ни для кого из нас это не секрет. Да, я в курсе. Я в курсе. То есть это получается, что женщина, которая знает все проблемы, насущная женщина, которая разбирается в машинах, на каком уровне? То есть она может сказать, какое количество цилиндров, раздаточное число, клиренс и так далее? Безусловно. Безусловно. Вот среди моих редакторов есть такая. Слушайте, познакомите. Довольно юная барышня. Не замужем? Нет. Очень хорошо. У вас есть шанс. Очень хорошо. Поговорим об этом сразу после эфира. И при всем при этом они еще должны хорошо писать. То есть они должны быть, ну... Ну, безусловно. Это люди, которые умеют достаточно журналистский опыт. Какой возраст, средний возраст людей, женщин, которые пишут вам? Я думаю, что самые младшие из них 20... Нет, прошу прощения, 19. Но это фрилансер, это не сотрудник редакции. И я думаю, около 45. Самые старшие из них. Но мы не берем здесь письмочитательницы. Это совершенно другая история. Ну-ка, поподробнее. Письмами они нас забрасывают. И там есть женщины и существенно старшие. Так что у всех... А проблемы у всех приблизительно одни и те же. И если, например, для тест-драйва мы выбираем... В рубрику тест-драйв мы выбираем что-нибудь... Что-нибудь занятное и типично женское. Например, ни в одном мужском автомобильном журнале вы не найдете в рубрике тест-драйв тестирование туши для ресниц, которыми удобно пользоваться, стоя в пробке или, так сказать, припарковавшись. То есть удобно ли в этом... Светофорный мейкап. Удобно ли в этом автомобиле подкрасить себе ресницы? Нет, удобно ли этой тушью в автомобиле подкрасить ресницы? Ну, это получается... Не попадете ли вы себе в глаз и ровно ли ляжет у вас тушь? Тест-драйв туши. Безусловно. И в то же время тест-драйв автомобилей у нас называется вполне женским словом примерка. Примерка. То есть мы примеряем на себя автомобиль. Хорошо. Во всяком случае, мы стараемся... Мы не конкуренты мужским журналам совершенно. Просто сама идея возникла от того, что женщинам довольно скучно, простите меня, читать автомобильный мужской журнал. Я вам скажу по секрету, мне тоже. Я в этом не сомневаюсь. Только никому не рассказывайте. Итак, вы говорите о проблемах. Мне бы не хотелось употреблять слово «проблема». Хорошо, назовем по-другому. Потому что в любом случае в этом есть определенный негатив. Ну, не знаю, какие-то там... Временных сложностях. О которых пишут ваши... Сложности – это тоже не то слово. Так, хорошо. Ну, во всяком случае, какие-то идеи есть, которые хочется реализовать именно в женском журнале, а не в мужском. Вот и все. Насколько мне известно, грубо можно разделить журналы на две категории. В том числе и журналы, которые пишут об автомобилях. Скажем, в 90-е годы это были журналы наши, отечественные, которые создавались у нас по нашему образу и подобию. А потом, собственно, не только автомобильные, все журналы. Очень многие появились журналы, которые покупают лицензию. Да. Какой категории относится ваш журнал? Ну, для меня этот вопрос немножко странен, честно вам скажу. Потому что ведь наш журнал – это типично российский продукт. В какой-нибудь европейской стране существует такая, вот не могу опять избежать слова «проблема» – феномен «женщина за рулем». Нет. Это специфика только российская. А в чем феномен? Ну, в том, что ни в одной европейской стране этого понятия просто не существует. Вот есть хороший водитель, есть плохой водитель. И поднимать шумиху вокруг женщины за рулем, как некий объект, который требует особого внимания, не придет в голову ни одному западному журналисту. И когда только появился журнал, я давала очень много интервью с западным компаниям, которые задавали прежде всего вопрос. А что, собственно, здесь удивительно? Почему «женщина за рулем» вызывает такой вот ажиотаж? Ответ был очевиден. Через какое-то время, я надеюсь, что спустя годы все-таки этот вопрос у нас перестанет обсуждаться. И ведь когда мы говорим «женщина за рулем», не скройте, в этом всегда есть некий, если не негативный, но такой вот иронический оттенок. Ну, «женщина за рулем». Ну, я пытаюсь разобраться в самом себе и хочу сказать, что… Да нет, пожалуй, нет. Вот я, например, с иронией не могу сказать, отозваться о «женщине за рулем», потому что у меня есть много женщин, которые управляются автомобилями, но тут все зависит от характера, от психотипа женщины. Есть женщины властные, целеустремленные, которые ездят абсолютно по-мужски. Вот все-таки, мне кажется, что есть право на разделение стиля вождения мужской и женский. Безусловно. А есть женщины, которые едут, они 33 раза примерятся для того, чтобы там припарковаться. А бывает зачастую, что уж греха таить, они могут взять и перестроиться из правого ряда в левый, ну, потому что так надо. Нет, они могут перестроиться, но если перестраивается женщина, она обязательно помигает вам поворотникам, что она собирается делать этот маневр. А вот мужчины, ох, как нечасто это делают. Ну, я могу сказать, что если начинает стремительно перестраиваться из правого ряда в левый, как бы она активно не мигала поворотником, собственно, ситуация уже складывается критическая, потому что… Ничего подобного, вы предупреждены. Это ваше решение продолжать, так сказать, движение или просто соблюсти дистанцию? Да не будет она вас подрезать, потому что если это неуверенно начинающий водитель, она будет ехать медленно. Нет, разговор не о том, начинающий водитель или нет. Разговор о том, что… Я не знаю, я не хочу соврать, но в каком-то из журналов я читал о том, что у нас с вами устроена связь между полушариями по-разному. Верно. То есть, видимо, вот за счет того, что женщины все-таки исключительные создания, они как-то по-другому и управляют автомобилями на дорогах. Программа «Попутчик» гость в студии. В гостях у нас Варвара Некрасова, главный редактор журнала «Женщина за рулем». И тема, соответственно, у нас «Женщина за рулем». Так что звоните. Наверняка у вас есть что сказать. Может быть, пожаловаться или задать какой-нибудь вопрос Варваре или мне. Так, ну то есть, в результате вы ведь так и не ответили. Вы очень красиво и дипломатично ушли от ответа. Лицензионный журнал или нет? Нет. Абсолютно наш, российский. Нет, это российский продукт. Давайте поговорим об этом феномене. О феномене «Женщина за рулем», российская женщина за рулем. Вы говорите, что на Западе в голову ни одному человеку не придет такое. В чем феномен? Феномен в том, что женщины у нас такие или феномен в том, что мужчины у нас такие? Я думаю, взаимоотношения таковы, что женщин за рулем не очень хотят видеть. Почему-то. А может быть, это повод для каких-то анекдотов, для каких-то баек. Хотя я понимаю, откуда они берутся. Вообразите себя, только на одну секунду. Представьте себя на месте довольно юной особы, которая дарит автомобиль вместе с правами. Как бы вы себя почувствовали в такой ситуации? Вы знаете, что ситуация тупиковая. Ну, во-первых, мне трудно представить себя женщиной, к тому же юной. Ну и с какой спрашивается радостью, кто-то мне подарит машину. Но вот насчет того, что подарил права, вот это, кстати говоря, проблема. Это постоянное явление или нет? Можно ли сказать, что мужчины сдают, женщины покупают права? Или наоборот? Нет, ни в коем случае. Как показывает статистика, 90% учащихся в автошколах – женщины. То есть они-то как раз идут получать права. А сейчас мы с вами упоминали очень, так сказать, узкую категорию. Но эта узкая категория, эта узкая прослойка дает повод для огромного количества анекдотов о блондинках за рулем. Цвет волос тут не имеет значения. Кстати, блондинки сейчас не в моде. Да? Да, и все блондинки, я думаю, вы даже можете судить по своим телевизионным коллегам, довольно активно перекрасились шатенок или брюнет. Ну, далеко не все. А у нас звонок от телезрителей, давайте пообщаемся. Добрый день, здравствуйте. 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 Меня зовут Игорь, это город Красногорск. Ну, вот мое личное мнение, я хочу вашу собительницу пригласить в город Красногорск, ДК Подмосковья, наверное, примерно часов 8 вечера, вторник или четверг, когда заканчиваются занятия у детей. И посмотреть на площадки с правой стороны ДК Подмосковья, там обилие количество женщин, которые в этот момент начинают вместе с детьми выезжать с этой площадки. Это цирк. Мало того, что это цирк. Половину женщины, у которых маленькие дети, едут без сидений. В это время они пытаются развернуться, повернуться, сделать все, что угодно, но выехать они оттуда не могут. Понимаете, я цирк наблюдаю каждый день, когда-то приезжаю на танцы, у нас просто в 9 часов вечера. И больше меня чего нервирует, как бы вот, у меня 20 лет стажа, что маленькие дети, нет сидений. Я отношусь нормально к женщине за рулем, но сидений у половины нет. Вы приедете, посмотрите, это вот мое личное мнение. Женщина, которая садится за руль, она должна быть в два раза ответственнее, чем мужчина. Если с ней сидят дети, то в три раза. Но я вижу каждый раз эту картину совершенно наоборот. Вот лично мое мнение, женщина за рулем, это опасность на дороге. Нет, вы только что сказали, что вы относитесь нормально к женщине за рулем. Я отношусь, да. Потому что у меня есть хорошая знакомая женщина, которая есть по Москве, совершенно лучше, чем многие мужчины. Ну я понял, давайте... Понимаете, но в данный момент женщина, вот как бы вот, больше всего для меня отрицательного, что женщина за рулем. Я понял, я попытаюсь резюмировать ваш спич. Таким образом, опасна женщина за рулем, которая переводится ребенка без детского сидения. Да, это одна история. Но у меня вопрос к зрителю. Да, зритель у нас на связи еще? Когда за детьми приезжают отцы, у них волшебным образом образуются детские кресла в автомобилях? Мне интересно. Ответа вы не услышите. Боюсь, что нет. Потому что он очевиден. И вопрос риторический на самом деле. Поэтому эту часть я принять никак не могу насчет женщин. Но тут речь идет о другом. Да, я понимаю. Я понимаю, здесь речь идет просто о личной ответственности. И, честно говоря, у меня возникает большое желание съездить в город Красногорск и посмотреть. Потому что, судя по активности наших читателей, о том количестве писем, которые они присылали после публикации нескольких материалов, а у нас было действительно в нескольких номерах, обзоры, тестирование детских кресел, я должна поверить человеку на слово, но мне хотелось бы все-таки убедиться в достоверности такой информации. У нас есть еще один звонок. Очень редко женщины не возят ребенка в кресле. То есть без кресла. Вот, может быть, сейчас как раз вы услышите ответ на свой вопрос, потому что еще один звонок как раз, опять же, из Красногорска. Добрый день, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Зовут меня Андрей. И я вот как раз послушал сейчас предыдущего телезрителя. Так. Хотел прокомментировать. Дело в том, что у меня как раз моя супруга приезжает туда, в ДК Подмосковья, и возит туда дочку мою на танцы. Что касается того, как она разворачивается там, ну, это отдельная история. Я считаю, что вообще все женщины, они как бы разворачиваются там и паркуются по-особенному. Это связано с тем, что у нас по-другому полушария работает. Вот, что касается перевозки ребенка в кресло, ну, по крайней мере, сколько я сам там видел, 80%, по крайней мере, точно, детишки садятся, сами пристегиваются, и ездят они в кресле, либо вот такая вот, как бы такая подкладочка буса, она, по-моему, называется, есть. Вот, поэтому, ну, грешить на женщин тут тоже нельзя. А что касается того, что, как дети ездят и с мужчинами, то в том же, около того же ДК Подмосковья, также там же мужчина садится с ребенком, ребенок садится посередине между креслами, и поехал. Хотя мне самому, как бы, иногда удивляют, как ездят, в том числе моя жена за рулем. Вот я хотел вот комментарии. Большой стаж вождения у вашей супруги? Сейчас я вам скажу. С 96-го года. То есть, получается, 11 лет? Ну, 10 лет, 10. Ну, она, по большому счету, сама, я ее, как бы, отпускаю одну с дочкой ездить уже порядка... Дивная формировка, слушайте. Извините, просто вырвалась. Музыка навеяла. Ну, одна-дна ездит, она где-то порядка, там, по-моему, 5 или 6 лет где-то вот так вот с дочкой ездит. Понятно. Вот ездит, ездит туда на танцы. Ну, поэтому, в принципе, водит она нормально. Ну, как бы, как? Водит, как все женщины водят. Нормально. Что вы имеете в виду? Вот давайте, очень интересно. Как все женщины? Вы понимаете, знаете, вот мое личное мнение, что женщины на дороге, ну, из них, может быть, не знаю, 5%, которые водят действительно, вот, которых я знаю, да, то есть, мне, в принципе, я достаточно давно за рулем, то есть, порядка 12 лет там езжу. Вот, и вижу, как эта женщина ездит за рулем. То есть, даже, даже, так скажем, взрослая женщина в годах, которая, я думаю, что лет 30, наверное, за рулем, она ездит так, как она и ведет себя, как женщина, да, понимаете? То есть... Может, и сковородка, в смысле, да? Что-что? Может, и сковородка, если что? Да нет, нет, не то, что сковородка, а вот она, понимаете, вот я женщина, поэтому вы должны меня простить, то, что я могу перед вами перестроиться перед носом, да, то есть, то, что я могу там повернуть направо, включив левый поворотник, да, понимаете? То есть, ну, бывает по-разному. Я вчера буквально возвращался из Ростова-на-Дону и ехал по трассе, провел 12 часов, и, значит, там ехала женщина за рулем, которая такие вещи вытворяла, да, то есть, мне было страшно за нее, я думал, что она разобьется вот несколько раз. Хотя, женщина ехала взрослая и была совсем не блондинка. Перекрасивалась, видимо. Ну, почти, видимо, сюда, наверное, да. Спасибо большое за звонок, ну, прокомментируйте. Ну, я думаю, что дело в разном устройстве полушарий мозга. Да. С такими вопросами мы сталкиваемся без конца, то есть, вот, но хотя я считаю, что вот второй телезритель все-таки выступил на стороне женщин. Но он, казалось бы, тебе сильным. Детей он старался быть объективным, вполне. Ну, я понял, что Красногорск очень небольшой город. Видит подряд два телезрителя, да, и говорили как раз про один дом культуры. Хорошо, ясно. По поводу полушарий. Не секрет, что женщины значительно чаще, чем мужчины, путают лево и право. Да. Это тоже с этим связано? Да. А вы можете как психолог объяснить, почему это? Ну, я же не психолог. Ну, вы же, вы же, вы же, вы же... Нет? Нет. Нет? Нет. Что-то у вас, со взглядом такое очень профессионально-психологическое. Нет. Еще один звонок. День добрый, здравствуйте. Добрый вечер. Вечер, да, здравствуйте. Меня зовут Надежда, город Москва. Вы знаете, я хотела бы прокомментировать звонок мужчины, который рассказывал женщина и ребенок в машине. Интересно, как бы он отнесся к тому, когда водитель едет по московской кольцевой дороге за рулем, у него на коленях сидит мальчик лет четырех-пяти. Это значит, мы вместе ведем машину. Вот это мужской подход к вождению. Ну, мне нечего сказать. Мне тоже, в общем-то, но нечего сказать, но, тем не менее, такие случаи бывают. То есть, понимаете, да? Я думаю, что это единичный случай, просто идиотов везде полно. Ну, скорее всего, это единичный случай. А по поводу того, женщины и водители, и мужчины водители, я считаю, что нет. Женщин водителей, мужчин водителей. Есть люди, которые водят хорошо и которые плохо. Вы давно за рулем? Ну, в общем-то, с 94-го года. А какая у вас сейчас машина? У меня Mitsubishi Galanta. Вы хорошо водите? Ну, я считаю, что я вожу нормально. По крайней мере, я на дороге веду себя адекватно. А вот скажите, у вас возникает проблема, как у многих женщин, сдавать назад? Говорят, что женщинам сложно сдавать назад. В каком смысле? Ну, задним ходом. Задний ход включил и назад. Ну, нет, нет. Не думаю, что это сложно. Просто в зависимости от марки автомобиля, если, условно говоря, автомобиль Жигули классика, то там есть определенные проблемы для женщин, возможно. В нормальных машинах, я считаю, такой проблемы нет. Нет, тут разговор не о том, на Галанте или на Жигулях. Разговор о том, что женщины путают лево и право, а когда им приходится поворачивать голову назад, и они понимают, что лево прощается вправо, а право прощается влево, изначально они лево-справо путают, и тут запутается любой мужик. Вы знаете, мне не хотелось бы быть грубой в данной ситуации, но мне кажется, что у наших уважаемых мужчин и мужчин-водителей на дороге просто, скажем так, менталитет совка. То есть нигде на Западе нет такого понятия, там, женщина за рулем – это опасность. Это извините. Мы как раз об этом и говорим. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Ну, видите, я думал, сейчас она меня приложит. Нет, нет, вежливая телезрительница, да. Хотя я же исключительно любя. Ну, так вот, мы начали с вами говорить о феномене мужчина-женщина за рулем отечественного производства, мужчина-женщина и западный аналог, да. Первый вариант, первый пример, который мне привели – это молодая девушка, которая получила в подарок автомобиль и права, да. Но ведь это же очень тонкая прослойка, есть и другие женщины. Почему? Почему вот такой антагонизм? Я не могу понять. Ну, я думаю, что со стороны женщин никакого антагонизма нет. Они водят себе и водят, и едут, и едут. Согласен. Со стороны мужчин. Что не так в мужиках? Так этот вопрос надо адресовать вам. Ну, как? Я могу сам отвечать за мужиков. Со стороны всегда виднее. Вы хотите, чтобы я за них отвечал? Со стороны же всегда виднее. Я думаю, что на самом деле все это скорее все-таки вопросы воспитания. Воспитание, галантности. Хотя за рулем все водители. Один соблюдает правила, другой нет. Но есть такое понятие, как водительская вежливость. Вот и все. Но об этом мы с вами поговорим чуть позже. Кстати, вы будете смеяться. Нам нечем похвастаться, к сожалению. Вы будете смеяться. Еще один звонок из Красногорска. Здравствуйте. Это правда смешно. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже хотите рассказать нам про Дом культуры? Нет, не про Дом культуры. Хотя я слушала все предыдущие выступления про Дом культуры. Вы на чьей стороне в этой истории? Вы знаете, я, честно говоря, не на чьей стороне. Потому что ребенка у меня пока нету. Соответственно, его не вожу в своей машине. Но просто езжу, да? Так. И очень часто замечаю разные вещи про детей. Нет, я согласна с тем, что здесь важна не разница между мужчиной и женщиной за рулем. А именно культура вождения за рулем. Потому что я себя отношу к людям с большим опытом вождения. И считаю, что я достаточно хорошо вожу машину. Большой опыт? Потому что я женщина. Большой опыт это сколько? 15 лет. О. И несмотря на это, очень часто вижу мужчин, которые выделывают совершенно страшные вещи на дорогах. Которые смотрят на меня совершенно сумасшедшими глазами, когда я их пытаюсь обогнать. И когда я им, знаете, как говорят, крутят пальцем у виска, показываю, что они неправильно ведут себя на дороге. Разные бывают ситуации. Мужчина неадекватно реагирует. Абсолютно верно. Хотя очень странно, почему? Странно. Это какая-то ревность. Мы пытаемся как раз в этом вопросе разобраться. Но мне кажется, что вы кокетничаете. У вас очень молодой голос. У вас не может быть даже 15 лет. Нет, это совершенно верно. 92-го года. Ну, хорошо. Спасибо вам большое за звонок. Привет Красногорскому. Готовы прокомментировать? Звонок. Звонок, да. Согласны. Ну, по-моему, мы как-то выступили одним фронтом с этой зрительницей. Согласен с вами. Согласен. Ну, хорошо. Я предлагаю вам сейчас посмотреть небольшой, короткий сюжет. Дело в том, что в свое время я попытался почувствовать то, что чувствует женщина, которая садится в автомобиль и едет по улицам Москвы. Это было в канун 8 марта. Так что, если картиночка готова, давайте запустим сейчас. Тут, собственно, комментировать нечего. Будем просто смотреть, будем смотреть. Какой отважный эксперимент. На самом деле, да. Дорогие мужчины, а вы когда-нибудь попытались побывать в шкуре женщины, в хорошем смысле этого слова? Сейчас я поставлю эксперимент. Я попробую проехать на маленькой, фактически женской машинке по нашим дорогам и посмотрим, как будут вести себя джентльмены. Поехали. Их. Удивительное дело. Первый мужчина пропустил. Человек-то десятки пропустил нас, когда мы перестраивались из правого ряда в левый. Молодец. Благородно. Ну как, я вам? Ага. А вот сейчас интересно. Справа Мерседес, который наверняка будет перестраиваться и будет подрезать нас. Посмотрим, насколько он джентльмен. Товарищ, 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 пропустите даму. Просим вас по-хорошему. Ага. Ну что я вам говорил. Ну что за отношения. А ну с дороги быстро. Женщина за рулем. Вообще очень трудно быть объективным, но мне кажется, что женщину за рулем всегда видно по повадкам. Они немножечко все-таки под руком уводят. Они бесспорно более дисциплинированные, но при всем при этом они поступают иногда не очень логично с точки зрения нас, мужчин. Хотя, прошу не обвинять меня в сексизме. Повторяю, это мое личное субъективное мнение. Что-то у меня зацепилось. Как они ездят? Неудобно же. Я долго копался в интернете и пытался найти некую статистику о том, какое количество женщин совершает дорожно-транспортное происшествие. Выяснилось, что в Европе примерно 35% ДДП с участием женщин, что в принципе немного с одной стороны. Но с другой стороны, женщин самих за рулем значительно меньше, чем 50%. То есть нельзя говорить, что нас пополам с мужчинами. Простите, с женщинами. Вы смотрите, мужчина хамло. Что творит? Одного посмотрела на меня с сочувствием. Но не пропустила. Где же женская солидарность? Мужчина. Мужчина на грязном Вольво. Мог бы и пропустить. Хамло. А вот интересно, ругаются ли женщины? Наверняка ведь ругаются. И какие слова они используют, когда кто-то их не пускает на дороге? О! И он мне еще и бибикает. Вы посмотрите, что творит, да? Как страшно жить. Да получи. Нет, женщины за рулем. Даже троллейбусы. Даже троллейбусы. И те обижают бедную даму. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что... Да я забыл, честно говоря. Потому что это очень непростое занятие. Ехать на маленькой женской машине. Это мир мужланов. Получается, что так. Чудо. Спасибо, у нас есть звонок. Добрый день, здравствуйте. Спасибо, у нас есть звонок. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, если можно громче. Плохо слышно вас. Алло, алло. Да-да, здрасте. Привет, Олег. Ой-ой-ой. В Москве. Так. Хочу дать комментарий. Комментарий к чему? Кто хуже, кто лучше. Попробуйте сказать громче. Попробуйте говорить громче. Да-да-да. Кто хуже и кто лучше водит машину, сказать это трудно. Но женщину видно сразу, что она едет за рулем, именно женщина сидит за рулем. И это ее просто неуверенность в вождении. И это прямо однозначно. Я вот сколько раз, у меня стаж более 15 лет. И я прямо сразу могу сказать, что едет женщина за рулем. А кто хуже, кто лучше водит. Есть мужчины, гораздо хуже водят, чем женщины. Гораздо хуже. Я встречал таких мужчин, которые теряются просто в дороге. За рулем нужно просто себя вести. И самое главное, это уверенность. За рулем. Уверенно. И вот женщины, и к сожалению, я бы с удовольствием дам пропускал на дороге. Но я не вижу, едет женщина или мужчина. И большая вот, как сказать, у женщин, они, дело в том, что они знаки не видят. Главная дорога особенно. Если бы я знал, что ехала женщина, и я ехал даже по главной дороге, я, может быть, и уступил бы даже. Вот в чем дело. А вот неуверенность, это вот самое главное. То, что неуверенно везут себя за рулем. Это можно очень сказать. А то, что кто лучше водит и кто хуже, то вот, что мужчины очень много водят безобразно. Просто безобразно. И по-хамски. У нас культура вождения еще очень не развита. Ну, мы согласны с вами. Ваша точка зрения нам ясна. Спасибо большое за звонок. Я бы, наверное, с вами согласился бы с тем, что можно определить женщину. Собственно, я и в сюжете об этом говорил. До вчерашнего буквально дня, когда я наблюдал картину, когда автомобиль, какой-то был внедорожник, не помню, какой-то из старых корейцев, на светофоре объехал всех слева, встал поперек движения, заблокировал движение. То есть абсолютно повадка наглого, даже не знаю у кого, парня молодого. И когда мне жена сказала, что это женщина, я не поверил. Я специально обогнал и выяснил, действительно это была женщина. Так что... Это удивительно. Хотя, если возвратиться к звонку телезрителя, то он противоречит сам себе. Сначала он очень четко заявил, что легко определяет женщину за рулем, а в конце своей речи стал говорить, что пропустил бы с удовольствием, но откуда он знает, женщина ли за рулем? Вот вам мужская логика. Мы такие непостоянные, вы знаете. Удивительно. Еще один звонок. Добрый день, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Олег зовут из Москвы. Вот я хотел бы заполнить предыдущего оратора, который говорил. Вот, мое мнение как бы здесь делить нельзя, кто лучше, кто хуже водит. Мужчин, в принципе, за рулем больше. Поведение их понятно. Вот у меня 25 лет стажа. То есть я еду, мне понятно. Плохой мужчина, хороший, дурак там, так сказать, наглеет. Но поведение его мне понятно. Я прогнозирую мы точно. Где пропустить, где подрезать, где это все, сам могу не пустить. И вдруг в этом потоке, когда сотни машин кругом, выпадает кто-то. Вроде подрезает не до конца, ходит не до конца. Вот в этом женщина, а она сама считает, что едет нормально. Поэтому спорить здесь бесполезно. Если бы женщин было больше, вот как мужчин сейчас, я думаю, они так же сидели и говорили, что мужчины ездят не так. Не хуже, лучше. Понимаете, они ездят не так. Они бы подали бы из женского вот этого коллектива, который едет. А так как мужчин больше, просто женщины должны это понимать, что они видны тем неадекватностью поведения, именно как мужчины их смотрят. Не лучше это, не хуже. Потому что даже дедок ездит старый, 70 лет. Я понимаю, что он как едет, я это понимаю. А женщина, как едет, любая возраст справа, я не пойму, что она сделает. И это непрогнозируемо вообще никогда, я могу сказать. В принципе, если женщина едет как мужчина, ее в потоке не узнаете. Вот она едет ей. Но если какие-то вещи, вот это вот бросается в глаза. Поэтому я думаю, здесь спорить бесполезно. Просто думаю, что женщин надо попросить иногда учитывать, что все-таки мужчин больше. И их менталитет давит на них здесь больше. И все-таки свое, как бы вот здесь вот подстройка была бы им проще, наверное, и не искать, кто лучше, кто хуже. А просто тогда вместе бы ездили нормально. Все ясно. Спасибо большое за звонок. На точку зрения ясна. А будете комментировать? Ну, я думаю, лучше, хуже – это бесполезный совершенно разговор. Есть хороший водитель, есть плохой. А так мы будем крутиться все время вокруг и около. Есть особенности, безусловно. Мужская и женская манера вождения, они, безусловно, есть. Разное восприятие, разная реакция. Действительно, иногда женщины бывают более неуверенны, если хотите. Или более деликатны, так как мне это нравится. Бывает, что неуверенность, как в случае, о котором я рассказывал, порождает агрессивность или вождение для того, чтобы… Бывает, бывает. Это ответная реакция на агрессию и на тот негатив, который женщина за рулем чувствует по отношению к себе. Но одни умеют это пропускать мимо и пользоваться тем, что да, вот я женщина, и это замечательно. А другие воспринимают это как некий упрек и как некий негатив. Вот и все. Это опять вопрос к психологам скорее. Вы можете сказать, какое процентное соотношение сейчас за рулем у нас в России мужчин и женщин? В России, не возьмусь сказать, в крупных городах, как Москва и Петербург, приближается к 50. То есть 50 на 50. Приближается к 50. Да, да. К скорой мы встанем, мы никогда не поедем. Которые сейчас существуют при тех темпах роста числа женщин-водительниц, я думаю, мы этой цифры достигнем очень скоро. Феминизм шагает по планете. Да какой там феминизм? Мне кажется, что вы все время передергиваете. Да, да. У меня работа такая. Какой феминизм? О чем вы говорите? У нас получается все очень гладко с вами. Почему? Еще один звонок. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Меня Дмитрий зовут. Откуда вы звоните? Я бы хотел... Долгопрудного. Ага. Я бы хотел добавить просто к предыдущему оратору в том, что женщину за рулем видно, и они ведут себя чаще всего, ну да, неадекватно, в плане подрезают не до конца, перестраиваются не совсем, ну и что-то в этом духе. Ну, на самом деле, я считаю, что женщина, когда едет за рулем, она просто попадая в нелепую ситуацию на дороге или в какую-то трудно выполнимую, она немножко теряется и пытается по-своему как-то ее реализовать, эту ситуацию, что не совсем адекватно для всех остальных водителей. Ну, все ясно. Ну, в общем, да, не могу сказать, что вы дополнили, фактически вы просто повторили предыдущего оратора. И таким образом получается, что женщин становится все больше и больше, если сейчас примерно 50 на 50, то потом мужчин станет меньше. Вот как так? Почему? Да не думаю. Я думаю, что, собственно, куда это будет деваться? Ну, если мужчины обленятся и будут передавать бразды правления своим женам, чтобы не утруждать себя даже вождением автомобиля. Это очень удобно. Разве что в этом случае. Удобно. Почему? Удобно иметь личную прачку, личного шофера, личного повара в доме. Почему нет? Да, в одном лице. Да. Феминизм шагает по планете. Вы этого хотели, вы это получили. Спасибо, спасибо. Вы меня поддержали. По поводу статистики. Есть у вас какая-то статистика о... Вот я в сюжете говорил о том, что женщины более дисциплированы. Мне кажется, что это так. Это верно. Это верно. Более того, по статистике, женщины гораздо более собраны в экстремальной ситуации, очень экстремальной, нежели мужчины. И ведут себя в ней более адекватно. Это не мои фантазии. Странно. Вот эти вот мелкие дрязги на дороге, это да, тут женщина может растеряться, как теряется перед любым хамством. Но когда надо в экстремальной ситуации принимать решение, женщина реагирует более быстрее и увереннее. Вот это для меня новость, потому что у меня почему-то как-то в голове всегда укладывалось так, что со словом истерика ассоциируется с прилагательной женской. То есть женщина в случае форс-мажора бросает роли. Нет, в случае форс-мажора, действительного форс-мажора, особенно когда это касается безопасности ее детей, женщина собирается гораздо больше, чем мужчина. Ну, может быть. Я тут не готов спорить с вами, вам виднее. Значит, если вы говорите, значит, так оно и есть. Хорошо, принято. Опять же, в сюжете зашел разговор о том, что я сажусь в маленький женский автомобиль. До эфира вы сказали, что не очень вам понятен термин «женский автомобиль». Давайте поговорим на эту тему. Я совсем не сторонница термина «женский автомобиль», потому что существуют автомобили для мегаполисов, то есть микролитражки, с которыми удобно парковаться в любое едва освободившееся пространство. И существуют представительские, семейные автомобили, ну и так далее. Делить их на мужские и женские по принципу размера не имеет никакого смысла. Другое дело, что дизайн автомобиля может вас не удовлетворять, потому что, как правило, маленькие автомобили, это как угодно, маленькие автомобили, они все-таки иногда немножко игрушечные. Но это ничто не мешает вам для работы иметь автомобиль микролитражку, а семейные выезды делать на джипе или на внедорожнике, на чем угол. А в Останкино здесь парковаться на Крушечном смартике, например, хотя, с моей точки зрения, он очень опасен для Москвы именно из-за некорректности поведения водителей на дороге. Это отдельная тема, об этом тоже поговорим. А еще один звонок, день добрый, здравствуйте. 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 Это Вячеслав с Екатеринбурга. Я как бы хочу опровергнуть все эти слова, там, женщина за рулем, плохо себя ведет, там, неадекватно, ее заметно. Я просто-напросто хочу поставить свою супругу в пример, допустим, да, вот я с ней регулярно езжу, я вижу, как она ездит. У нее стаж вождения после автошколы 4 месяца всего лишь. Она приобрела машину, ездит 4 месяца, и она себя на дороге так хорошо ведет, что вам даже не передать. В экстренных ситуациях, насколько я вижу, сколько у меня мужчин знакомых, они увидят экстренную ситуацию, он в этот педаль тормоза давит, тормоза в клин, такое что-то происходит, непонятно. Здесь за рулем, знаете, сплошная уверенность, спокойно, без всяких этих, в любой экстренной ситуации, сколько я ездил, сколько мы попадали, сколько мужчины подрезают, хотя видят, что за рулем женщина, хотя у нас сзади стекла тонированные, но все равно как бы сбоку замечают, подрезают. А когда их идешь на обгон, допустим, они все удивленными глазами смотрят и хотят женщине что-то доказать, что я все-таки круче, я самый деловой на дороге. Так что я не думаю, что женщины плохо водят, моя супруга бесподобно просто водит, у меня стаж небольшой тоже на машине, всего лишь 5 лет, я просто с ней регулярно езжу, я с ней ездил после автошколы, ее контролировал, смотрел, и она очень быстро схватилась, и просто, знаете, есть у людей, наверное, дар, а есть просто кто пытается ездить, вот и все. А скажите, пожалуйста, жена по-правильному получила права, сдала все экзамены сама? Она училась, она сдала со второго раза, первый раз ее завалили, сказали, что неуверенно себя ведет, она сдала и ездит, и задом хорошо ездит, и все, она просто в автошколу ходила, она тренировалась, она ходила на дополнительные занятия и так далее, она пыталась, понимаете. И у нее, как бы, я не знаю, я вообще, с ней, она подлезает хорошо всех, и, ну, грамотно ездит человек, просто-напросто грамотно, мужчинам еще многим далеко до этого. Спасибо, дай бог, чтобы она продолжала ездить и впредь хорошо, хотя все-таки, мне кажется, такой возраст это еще не показатель. Трудно уже выстроить, понять, как женщина будет, как водитель будет ездить дальше, потому что 4 месяца, 4 месяца, да, я правильно услышал? Да, это верно, но я думаю, что все это закладывается, как любая привычка в детстве, как любое умение. Ну, и тут срок не имеет значения, если у нее есть склонность к вождению автомобиля, она хочет этому научиться, она научилась, и все. Это да, но не стоит забывать о том, что у каждого водителя наступает несколько периодов, когда происходит переосмысление, когда человек начинает по-другому смотреть на себя за рулем. Это верно. То есть, скажем, спустя год мужчина без аварийной езды начинает думать, что, ну, среднестатистически, начинает думать, что он крут. Но считается, что очень опасный срок 3 года. Может быть, может быть, там же несколько стадий. Водитель любой чувствует себя водительницей, королевой дороги, и можно все. Нет, все нельзя. Надо просто контролировать свои эмоции и не зарываться, уж честно говоря. А ездить так, как это предписано правилами, и так, как это предписано правилами вот самого потока движения. Ну, если же мы такие разные, то, может быть, и сроки переосмысления тоже наступают у мужчин и женщин в разное время. Не знаю, кстати, мне кажется, это тема для обсуждения, тема для изучения. Ну, безусловно, безусловно. Но какое она имеет отношение к безопасности? Вы же не будете у каждого водителя спрашивать, а сколько у тебя там срок? Это как в разводах. Есть там критические какие-то годы, так и в вождении тоже. А какие критические? Скажите мне, как женщина мужчина. В разводах представления не имеет. Я слышал каждые 7 лет. Да, что-то такое. Что-то такое, да. Ну, это интересно. Ну, мы сейчас говорим об автомобилях все-таки. Разговор у нас все время с вами уходит в какую-то совершенно другую сторону. Давайте поговорим об автомобилях. Это же очень хорошо. Это же очень хорошо. А мы все время вот вы, мы, они... Вы хотите говорить об автомобилях? Да нет. Я просто предполагала, что наша беседа будет носить какой-то такой вот более автомобильный, а не менее психологический характер. Мне кажется, что вполне нормально развивается сегодня наша беседа. И, в общем, там про лень... Я получаю от нее удовольствие. Я с вами абсолютно согласен. Мне тоже очень приятно с вами общаться. И хочется, я хочу пояснить, почему вот я так стал говорить. Если у вас есть термин «примерка автомобиля», да, вместо тест-драйва, то, может быть, есть смысл, и можно провести параллель между замужеством и управлением автомобилем, владением автомобилем. То есть, может быть, тут тоже есть какие-то критические периоды. Ну, ладно. Дело не в критических периодах. Я думаю, это замечательно. Я думаю, что приблизительно одно и то же. Что управлять автомобилем, что управлять мужем, и то и другое надо уметь. Ну, дайте пару советов, раз уж так пошло. Дайте пару советов нашим телезрительницам. И заодно нам мужчина будет приятно послушать, как поступить. И главное, главное, что наступает момент, когда автомобиль надо менять на новый. Как часто? Это главное правило. Как часто, на ваш взгляд? А это, я думаю, зависит от внутренних биологических часов. Я меняю автомобиль каждые три года. Как только у него заканчивается гарантийный срок, я покупаю себе новый. И у вас ни разу не было такого автомобиля, который вот настолько прикипел к сердцу, что вот оставлю и все. Вот куплю лучше другую еще, а это будет вот... Вы знаете, вы затронули довольно важную тему о том, что люди прикипают к автомобилям, дают имена. Кстати, по статистике, когда мы готовили такой материал, оказалось, что мужчины дают имена автомобилям чаще, чем женщины. Для меня это было открытием, но статистика была неумолима. К автомобилю надо относиться, я думаю, потребительски. Надо его беречь, но, тем не менее, не превращать в фетиш. Это все-таки средство передвижения, комфортное, удобное. Автомобилю вы обязаны своей безопасностью, своим комфортом и так далее. Но не надо делать из него некий дизайнерский объект и доводить, например, тюнинг до абсурда. Женщины реже дают имена своим автомобилям. Реже, реже, чем мужчины. То есть они не одушевляют? Женщины потребители? Нет, они, безусловно, одушевляют, некоторые женщины. Я, например, не одушевляю. То есть для вас железка? Нет, не железка. Это мой автомобиль, и этим все сказано. Ну, нет, объясните, что такое автомобиль. Есть у него душа или нет? У автомобиля. Вы с ним разговариваете? У него есть пламенный мотор. Так. Не разговариваете с машиной, нет? Нет. Никогда? Нет. Нет. Интересно. Интересно. Я, например, с машиной своей здороваюсь каждый раз. Да. Причем я четко знаю, какой автомобиль у меня мужчина, какой женщина. Да, это тоже довольно интересная тема. И когда-то мы ее поднимали на страницах журнала. И что было написано? Ну, вот... К доктору? Всем доктора? Нет, нет, нет. Мы тут же пригласили психолога прокомментировать. То есть даже на страницах журнала. Потому что там ведь многое зависит. У каких-то женщин автомобиль мужского рода. У кого-то там ласточка, кусечка какая-нибудь, лапочка и что-нибудь. Это все тоже, в общем... Вопросы к психологам скорее. У вас, в вашем журнале, помимо всяких прочих статей и полезных всевозможных советов, есть раздел, рубрика, не знаю, как точно назвать, который рассказывает, где что можно купить, иметь сюда автомобили. Нет, это рубрика адресов. Путеводитель по рынку, новый автомобиль стоимостью от 10 тысяч долларов до 15 тысяч долларов. Это просто обзор автомобилей, которые существуют на российском рынке и официально продаются у официальных дилеров. Но где купить, мы об этом не пишем. Мы пишем количество лошадиных сил, объем багажа, то есть обычную техническую информацию, которая есть в любом мужском журнале. И нижнюю ценовую категорию, то есть ту цену, за которую вы можете купить, ну, как обычно говорят, пустой автомобиль, то есть безо всяких наворотов. Но, как показывает практика, очень часто в салоне цена бывает несколько выше, потому что комплектация всегда большая. Ну, ваша точка зрения... Сейчас поговорим с телезрителем, потом вернемся, да? День добрый, здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 Как вас зовут? Евгений Челябинск. Евгений. Задавайте ваш вопрос. У меня вопросов нет, просто я хочу не согласиться со многими мужчинами, что женщина – это не водитель. У меня и жена, у меня и дочь – это очень хорошие водители, и они самодисциплинированные, а вот некоторые мужчины, мне на дороге просто не понимают. Так что, женщины, мы как бы мужчины, настоящие мужчины, мы согласны на дороге. Мы не будем никогда вас подрезать. Спасибо за поддержку. Вы сами за рулем ездите, вводите машину, да? Сигнал через спутник идет, да? Спасибо большое за звонок. Спасибо. Сигнал идет через спутник, и получается такая задержка, если мы будем продолжать диалог в таком ритме, то мы с вами будем разговаривать очень долго. И все же, возвращаясь к вашему журналу, чего в вашем журнале больше? Машин, полезных советов, магазинов, одежды, моды? Ну, естественно, там больше автомобилей. Но я бы не стала делить журнал таким образом. Вот это автомобили, это красота, это мода. На самом деле все не так. Если вы откроете любую модную рубрику, понятно, что любой женщине хочется быть в курсе, так сказать, модных событий. Но вы найдете там обзор модной обуви с комментариями о том, в какой обуви удобнее водить машину. Если речь идет о красоте, о салонах красоты, то там идет речь о том, в какой салон стоит сходить, чтобы, например, привести спину в порядок. Не секрет, что для многих водителей это проблема. Если мы пишем об очках, о модных тенденциях в оптике, то мы пишем о том, какие очки действительно водителю надо подбирать. То есть какие должны быть линзы, какие стекла, и какой должна быть форма оправы, наиболее благоприятная для водителя. Вот у вас, например, правильная форма оправы с тонким заушником. Но сейчас есть оправы с широким заушником, то, что закрывает вам поле зрения. То есть любая тема в нашем журнале так или иначе связана с автомобилем, через призму автомобиля. А вы знаете, что у женщин меняется манера одеваться, когда автомобилистку вы всегда отличите по манере одежды. Ну-ка, расскажите-ка. Меняется манера одеваться, потому что редко кто водит машину в длинной шубе, например. То есть она валяется на заднем сиденье для того, чтобы пройти в ней. Совершенно меняется манера обуваться. То есть всегда обувь гораздо более изящная. Купив автомобиль, женщины очень экономят на обуви, учитывая нашу зиму и нашу дорогу. Вот, и это тоже статистика. Дешевле ездить в автомобиле. А в чем удобнее женщине управлять автомобилем? В туфлях, на шпильках или в кроссовках? Это зависит от типа женщины. Кому-то удобнее на каблуке водить машину. Кто-то переобувается. Очень многие переобуваются, например, в автомобиле. Но здесь есть и другая сторона. Вопрос не в том, плоская подошва или не плоская. Просто когда автомобилистку вы можете отличить. Если она в светлой обуви, и в этой обуви вводят машину, то правая пятка у нее всегда будет черная и стертая. Так что не надо женский журнал уводить в какие-то чисто женские штучки. Я никуда не увожу. Проблема в том, что вы сказали, вот если вы возьмете любой журнал... Вы в этом не задумываетесь. Да, я похож на человек, который читает журналы мод. Поэтому я докаюсь грешно. К эфиру не подготовился. Журналы не купил и не прочитал. Я читал анонсы, честно, из интернета. Вот у меня, видите, кипы листов. И из них у меня сложилось впечатление, что, в общем, обо всем, обо многом... Но я же не знал, что каждый материал идет через призму. Обо всем через призму автомобилю, так или иначе. Но, коль скоро мы с вами заговорили об обуви. В сюжете, который мы с вами видели, я ехал на машине Peugeot 1007. Который, я считаю, может быть, я не прав, вы скажете, городской, я считаю, женский автомобиль. Во-первых, он нарядный, он женский. Может быть, по дизайну, внутри, ну, он как-то... И основная проблема... Он студенческий, давайте так определим. Он студенческий, а не женский. Основная проблема, с которой я, как мужчина, трансовестит в данной ситуации, столкнулся, это то, что я своими, поддом за подробность, лаптями не могу нормально нажимать на педали. Потому что коробка там была механическая. Соответственно, педали было три штуки. И нажимая на газ, я, соответственно, цеплял тормоз и так далее, и тому подобное. То есть, все-таки, мне кажется, есть автомобили, которые изначально производятся для мужчин, для женщин, для студентов. Не говорите это автопроизводителю. Ну, а что же они тогда сделали так неправильно? Ну, может быть, хорошо. Пусть это будет более женский автомобиль. Но уж делить четко, я считаю, что это совершенно неправильно. В нашем мире ничего четкого уже давно и давно не существует. Тут вы правы. Более того, общаясь с мужчиной, ты не уверен, что лет через пять он не станет женщиной. Особенно в нашем мире, в нашем мире телевизионном. Да, и, кстати, если позволите, вернусь к сюжету. Вы очень активно изображали женщину. Но если бы вы понаблюдали за тем, как женщина садится в машину, мало кто из них оставляет в машине головной убор. Если женщина садится в машину, она очень часто и куртку сбрасывает, а уж головной убор снимает сто процентов. И надевает вот такой платочек, только выходя в стужу на улице, когда ей надо добежать до подъезда. Объясните, это была вынужденная мера, потому что если бы я надел платочек, всем было бы понятно, что за рулем либо шина Токонор, либо бритый мужик. Надо было лучше готовиться и надеть парик. Вот и об этом я не подумал. Вот на платке вы прокололись. Прокололся, да. А в парике в женской машине... Мужская и женская логика Далеко бы я уехала. Через приз в автомобиле. Понятно. Хорошо. Давайте все-таки вернемся. Вы возвращаете меня к сюжету, и я возвращаю вас к журналу. К вашему журналу. С радостью. Который, честно говорю, вот поеду домой, возьму и куплю. И почитаю. Я вам его подарю. А у вас есть с собой, да? Конечно. Замечательно. Очень хорошо. Спасибо вам большое. Так вот, в последнее время во многих журналах появилась достаточно модная тенденция, когда каждый выпуск посвящен какой-то одной главной теме. Ну, я не знаю, мейнстрим, да? Основная тема. У вас есть что-нибудь подобное? Я бы не назвала это основной темой, сквозной, потому что на автомобильном рынке появляются очень часто новинки. И мы тестируем автомобили по мере того, как появляются новые модели. Иногда мы возвращаемся к старым, но популярным маркам, поэтому уж четко провести такую линию мы не ставим себе этой цели. Но, как правило, все-таки мы стараемся подбирать материалы таким образом, чтобы некая сюжетная линия все-таки прослеживалась. И вот тот номер, который появится сейчас, выйдет из печати, он, например, посвящен детям. Ну, июньский номер, естественно, день защиты детей. Все о детях, там и вопросы беременности за рулем обсуждаются, то есть до какого срока можно водить. Все крутится вокруг детей. Но, естественно, мы не стали тестировать детские автомобили, игрушечные. Хотя можно было бы сделать и это. Это было бы здорово, да. Но тесты автомобилей идут вполне серьезные. Хотя обсуждаются и семейные автомобили, и минивэны для тех, у кого, например, большая семья. То есть семейные ценности проходят некой красной нитью. Но уж мейнстрим я не стала бы этим термином пользоваться. Ну, я просто не знал, какое слово. Мейн – это основной стрим, течение. Я подумал, а может быть, не заметит главный редактор журнала? Женщина за рулем. Скажет, тот человек, модные слова знает, какие. Ничего страшного. Так, ну, собственно, обсудили мы с вами фактически все, за исключением, может быть, того, как давно вышел журнал. Сколько мне известно, он вышел совсем недавно. Ну, он вышел, первый номер вышел в сентябре. Как часто он у вас выходит? Это ежемесячный? Раз в месяц. Это ежемесячный журнал. Да. Какова, хотел сказать, аудитория, количество подписчиков? Или у вас есть подписчики, или он в розницу распространяется? Он распространяется в розницу. А подписаться? Я думаю, что скоро читательницы без конца задают нам этот вопрос. И думаю, что сейчас у них появится такая возможность. Потому что, если в Москве, ну, в крупных городах не проблема его купить, то к нашей радости нас читают, в общем, по всей России. И даже в странах СНГ, например. Ну, за границей, скажем так. И очень часто просто пишут в редакции. Задавай вопрос, где купить? А где купить? Просто в обычном, в обычном киоске, да? Да, в киоске. Ну, то есть, обычная система распространения. Ничего специального. Понятно, что вы купите это на любой бензозаправке, в любом супермаркете. То есть, я могу спокойно быть уверенным, что даже если вы не дадите мне в силу ряда каких-то причин журналы, очередной выпуск. Не упрекайте меня в жадность. Нет, нет, нет. Просто, ну, мало ли забудете. То есть, я могу пойти где угодно купить. И в девичьей памяти тоже. Что касается девичьей памяти, тут, наверное, как охарактеризовали абсолютно верно вы меня, хотя сказали, что вы и не психолог. Судя по тому, что у меня веревки на очках, значит, я человек рассеянный. Где веревки-то? А вот. Чуть даже не потерял веревки. Ну что ж, мы обсудили тему, на мой взгляд, очень интересную и очень насущную «Женщина за рулем». Это была программа «Попутчик», гость в студии. И в гостях у нас была Варвара Некрасова, главный редактор журнала «Женщина за рулем», которая проявила себя настоящей женщиной с чувством юмора. В общем, красавица, умница. Спасибо большое, что пришли. До встречи. До свидания. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok